Добрый день, уважаемые студенты! Специально для YouTube я записываю видеоролик, как работать в программе Twinmotion с моделями. Мы будем брать в качестве модели файлы по реконструкции старинной усадьбы середины XIX века в князее Голицыно. Итак, у меня модели созданы в программе SketchUp. Я открываю их. Итак, кнопка открытия. Вот она. Я работаю в версии Lumen 2.5. Выбираю папку, куда импортируется у меня ландшафт. Ландшафт у меня уже несколько раз, он уже присутствует в библиотеке, поэтому я его переименовал. Выбираю точку, ставлю ее на место. Итак, вот она у меня модель. Она стоит в пространстве. У меня есть кнопки, с которыми я работаю. Вставить объект, переместить объект. Это кнопка работы с моделью, это уже режим перемещения точных настроек. Я выбираю модель и ставлю ее в позицию 0, 0, 0. И фиксирую. Модель – это ландшафт. Сверху у меня находятся слои. Поскольку модели будет много, лучше всего их поместить в разные слои. Слева у меня кнопки погода, ландшафт, материалы, объекты. Я буду работать во всех. Справа кнопки для создания фотографий, видео, панорам и сохранения результатов вашей работы. Итак, в ландшафт я хочу отправить вот этот файл сразу в слой номер 2. Выбираю слой, нажимаю стрелочку. Дальше я могу его скрыть. С ним покончено. Выбираю. Итак, ландшафт 2. Итак, здесь, например. Уже много раз импортировал. Эта папочка я могу создать собственную. В этой папке у меня находятся модели. Опять ставлю файл. Если вы случайно поставили и не видите вашу модель, это потому, что вы поставили ее в слой номер 2, который у вас был выделен. Такое тоже бывает. Это работа с объектами. Кнопка. Нажимаю на мой объект. И для начала его перемещаю в нужный слой. Слой номер 3. А потом я его делаю на позицию 0, 0, 0. Скажите, пока всем видно? Алло. Да, все видно. Спасибо. А можно еще раз подсказать, какая версия Lumina для доисторических компьютеров будет подходить? Предлагаю версию 4.5. Все, спасибо большое. И есть еще программное обеспечение хорошее. Посмотрите. Обратите внимание, я вам скину его сейчас. Twinmotion. Оно бесплатное для студентов и для слушателей курсов. Я высылаю логин и пароль. Посмотрите. Вот она программа. Для вас будет работать 2019 год. А также для владельцев Macintosh, Macbook. Вот программа. Инструмент Download Try. И здесь вы можете выбрать, скачать бесплатную версию. Наш чат. Альтернатива. Программа альтернативы. Я пишу. Версии у нас ставим аккаунт FreeTrial. Выскачивайте ее. Download Launcher. Не забудьте вот это скачать. Вот я могу копировать адрес ссылки. И логин, пароль. Когда вы логин... Так. Это для... Логин я вам высылаю для того, чтобы вы могли подключиться и скачать установочную версию. И полноценно ее функционально пользоваться. Так. Пожалуйста. Логин, пароль. Спасибо большое. Да. Если у вас Twinmotion... Ну, как это... Есть вариант не через торм, а через вот этот официальный сайт тоже. Вы проходите. Вот сейчас вы меня видите. Он просто подгружается. Запускается в Epic Games. И тут вкладка Unreal Engine лежок. Наша программа, с которой мы работаем, находится здесь. И выбирайте версию для самых допотопных компьютеров 2019. Вот. Ну, актуальная версия вот эта. Сверху. Ставьте полноценную версию, нет, реально. Я закончил. Мы продолжаем работать с Luminum. Мы остановились на том, что я переместил слой, в третий слой. Да. Вот у нас. И поставил позиции 0, 0. Выбирая слой номер один и вкладку возмещение, импорт. Сейчас я добавляю усадьбу. У нас с вами будет работа в программе Twinmotion. Я буду рассказывать, как там тоже работать. Но на следующем занятии не загадываю. Следующее занятие будет 9 декабря. Пока импортируется программа, я предлагаю сейчас внести баллы тем, кто их заслуженно получил. Так, у меня список группы. Сколько, получается, извините, сколько, получается, всего должно было быть домашних работ? Я вышлю вам вот эту ссылочку. Вы этот файлик посмотрите. Итак, создание 3D-модели по чертежу фотографии, загрузка модели Канта и описания Кневски в Чфабе, загрузка собственной модели онлайн, и создание описания к вашей собственной модели. Это модель, которую мы создаем в 3D-модели по чертежу, правильно? Да, в блендере вы делаете, да? Да, да, да. У нас дальше идет произвольный сюжет. В Lumine вы визуализируете его, собственно. Тот, который захотите, я показываю в библиотеке, где скачать модели. 3D-вархаус. Заходите и скачиваете в формате программы скетча или в формате коллабы. Там есть такой формат. Тоже произвольный сюжет 20 баллов. Конспектирование докладов на конференции международной 10 баллов. Но это дополнительно. И визуализация вашей модели. Это отчетная работа. Еще доп. задание я даю сегодня. Оно тоже принесет вам 20 баллов. Конспекты, 3D-модель, которая вот еще с первых двух заданий идет не канта, вот эти вот создания самостоятельные. Их же можно дослать вам? Конечно, у вас до окончания до экзамена вы можете это выбрать, сделать. Главное, не все в один день. Но даже если все в один день, я тоже принесу. Так, сейчас я выставляю ваши отсылки. И тогда мы с вами пойдем. Так, у нас родного Наталья 6,9 баллов. Так, сейчас мы поставим. Так, здесь 6,9. Наталья, от вас не пришел Иммунаил Кант. Я не получал визуализации. Да, потому что у меня не было на той паре. Ну, вы можете его в скетчфаб выгрузить и сделать описание. И ваши баллы будут больше. Хорошо. Что не затягивайте. Итак, и кто у нас Киселева Даша? Даша Киселева получает у нас 10 баллов за конспект. Так. И больше мне никто ничего не присылал. Итак, сегодня у нас мы продолжаем. И я перехожу в программе Lumen. Так, 3D Warhouse я вам покажу. Загрузилась. Поставили модель. Окно это у нас сверху там есть. Мы настроили элементы где-то остались случайно. Вот она наша модель. Ее надо поставить, настроить положение в пространстве. Итак, нуль, нуль, нуль. Вот теперь она готова. Мы можем включить вот то, что у нас получилось. После того, как вы включите все модели, вы увидите, ваш мир начинает тормозить. Если у вас компьютер слабый, вы снижаете разрешение. Вот так вот 60 или 50. И работаете вот с таком качестве. Этого вам достаточно для того, чтобы настроить качество, настроить ваши объекты. Переходим к изучению режима материала. Вот материалы. Я нажимаю на объект. И перехожу сюда. Итак, инструмент. Смотрите, если я нажму ландшафт, он станет цветом ландшафта. Но здесь были кусты. Поэтому, если у вас версия, вы, например, ставите версию 8.5, у вас есть настройки листья, которые позволяют сделать вашу модель более интересной. Вот я подтвержу. А потом в листье, например, сделаю вот таким вот образом. В версии 4.5.6 такой кнопки нет. Но есть просто готовая текстура. Типа ландшафта или там наружная, природа. Там будет природа, почва, трава такая. Ну, фактически, как это здесь сделано. Выбираю красный цвет. Природа. Листья. Итак, вот у меня красный цвет. Еще разок. Природа. Листья. Здесь возьму вот такой вот. Так. Вот этот цвет мы сделаем немножко иным. По цветовой гамме. Я возьму его, сделаю вот таким вот переливающимся. Хвостительность. Выберу у нас какую-нибудь почву грунтовую. Скажите, красиво смотрится? Лучше, чем было? Напоминает мемориалы памятник. Ну вот их же откуда-то делали. Вот. Вот, в общем, вот такие вот, видите, цветочками высаживали. Но это мы имеем качество неполноценное. То есть, помните, что то, что вы видите, это приблизительное качество до этапа рендера. Вот. Переходим в режим работы с объектами. И включаем слой номер 2. Здесь мы выбираем вкладку. Итак, материалы. Мы можем, конечно, нанести материалы, например, природа и выбрать любой там цвет травы. Но, обращая ваше внимание, кто-то скажет, а где же травка? Мне хочется, чтобы тут травка шевелилась и так далее. Для этого используется отдельная кнопочка под названием ландшафт. Он делает ваш цвет земли тот же самый, что цвет окружающего пространства. И после вы можете настроить вот этот ландшафт в другой вкладочке. Вот она вкладка. Тут мы можем найти траву. Нажимаем сюда. Включаем траву. Вот так вот ее включить. Опускаемся. Посмотрите, вот она наша травка. Как она сейчас начинает показываться из-под земли, потому что у нас, вы видите, мир стоит на высоте 0-0. То есть у нас вот эта, вот она, как говорится, появилась сквозь нашу, как говорится, гравит. И здесь настройки мы можем выбрать. Одуванчики. Вот сейчас они у нас появятся. Здесь мы выберем, например, ромашки. Итак, принцип понятен, уважаемые студенты. Всем понятно, как я вот в этой вкладочке добавляю растительность и добавил траву. Алло. Да, да, понятно. Я просто спрашиваю, могу ли я идти дальше. В общем, я настроил сейчас травку, настроил этот материал, присылал ему траву, настроил вот здесь вот, вот этот элемент. И я готов переходить к объекту номер один. Это сама усадьба. Усадьба у вас, если, ну как говорится, вы чувствуете, что вы не можете работать с под этого качества, и вот дополнительное задание вы не можете сделать, а баллы очень хочется, я присылаю вам ссылочку на задание, на модель, которую вы можете взять в качестве альтернативы. Но я понимаю, что не у всех допотопные компьютеры. Ну, может быть, из всей группы там два человека, да, ну, всех пятерых, конечно, я рассматриваю, что все остальные сделают задание по усадьбе. Итак, я пишу модель для владельцев слабых компьютеров. Итак, это не просто колокольня, да, это, скажем так, это колокольня из усадьбы времен Екатерины II. Вот так вот она выглядит, правда, тут сейчас ее уже заштукатурили. Я хочу, чтобы вы сделали ее именно по картинке, где у нас растения, лавочки из библиотеки добавили. То есть, вот нужно сделать визуализацию, если не усадьбы, то колокольни, но не абы как, а строго по изображению. Ну, все-таки любой заказчик вам скидывает задание, и он хочет получить не абы что. Поэтому мы продолжаем. Это получили вы задание. Итак, я пишу это задание для заработка дополнительных баллов. Происходит процесс записи видео, и я возвращаюсь к программе Lumen. Я работаю в режиме, который позволяет мне быстро работать с большим количеством объектов. Начинаем настраивать материалы. Вкладка материалы. Метал. Это оцинкованная крыша. Поскольку вся модель сделана одним файлом, только рельеф, это отдельная модель, то он долго думает. Вкладка стандартная. И здесь мы выбираем, смотрите, мы можем создать карту нормали. Но это карта рельефности. Вы видите, тут есть возможность сделать рельеф. Все видят разницу на металле, на крыше. Алло. Так, ну, может не среагировали. В общем, надеюсь, видите, да? Итак, кнопочки настройки выветривания. В старых версиях эти кнопки отсутствуют. Они есть только в седьмой версии, восьмой и выше. Там вы просто можете работать только с верхней панели. А выветривание у вас, к сожалению, его нет. Итак, что это за кнопка? Это кнопка, которая состаривает ваш материал. Все видят, как кнопка усадьбы, ну, усадьба состарилась в металл. Теперь я настраиваю стекло. Смотрите, вот они у нас тюли и занавески. Смотрите, они состоят из двух материалов. Один материал, второй материал. Я хочу сделать второй материал. Стандарт, вкладочка, смотрим, прозрачность. Вот она, прозрачность. Это у вас есть тоже в любой старой версии. Итак, тюль стал прозрачным. А вот эти занавески я не буду настраивать. Это как раз, режим blackout. Пускай свет не пропускает, а тюль пропускает. Выбираем вот этот элемент. Это канделябр. Комнатный, металл. Пускай это будет он, у нас будет бронза. Но бронза не простая, а та, которая повидала время. Здесь вкладка медь. Вот, теперь ваша бронза повидала время. Материал, стекло. Наша дверь. Дверь, вкладка стандартная. Так, блеск нам не нужен, отражение не нужно. Выветривание. Это дерево. Итак, посмотрите, ребят, как изменилась наша фактура двери. Видны потертости к краям. То есть, дверь такая. Ну, в общем, вот. Чуть-чуть видела следы времени. Ручки наружные. Так, комнатный, металл. Ну, вот такой вот. То же самое. Следы времени делаем. Медь. Чуть-чуть. Рояль. Стандарт. Наш рояль стал отражаться. Но это так не надо, конечно, сильно, чтобы он отражался. Но мы можем ему добавить следы, что он уже какие-то потертости. Итак, всем замечают. Видна хорошо демонстрация. Алло. Пол. Да, все видно и слышно. Посмотрите, пол. Может быть, вот, дощечки видно, если вверх он подымается, выпуклость. А здесь вдавливается. Вы сами паркет регулируете. Рельеф слишком, ну, слишком не усердствуйте. Дерево. И вот, например, рельеф снести, ну, вот так вот, да. Материал потолка. Ну, блеск-то ему никакой не нужен. А вот... Следы времени немножечко. Тут и решетки, и... Материалы. Так, дерево. Тут вообще ничего не надо сильно настраивать с материалом дерева. Итак, у нас есть большое количество материалов. Вот тут и ковер, и вот церковное утро, комнатный, металл. Вот, уже это смотрится совсем иначе. Медь. Ну, вот, можно чуть-чуть, чтобы видно было, что церковное утварь повидало время. Это церковное киот. То есть, это домовая церковь, которая была внутри здания. Да, вот так она более реалистично выглядит. Материал. Тоже дерево. Ну, здесь, наверное, мы сильно не будем долго углубляться в настройки. Большое количество материалов требует, чтобы мы сами все вот эти элементы выделили и сами их уже настроили. Вот, например, лепнина. Очень хороший пример. Материал может быть стандартный. Плеск мы ему убираем. И вот я делаю так. Вот она выпирает. Рельефно. И окраска. Смотрите. Похоже? Кто смотрит? Я смотрю. Похоже. Вроде. Так. Ну, вот, в общем. То есть, сам инструмент работает в программе Lumen. Вот именно визуализация. Он не сложный. То есть, вы не будете в нем там долго сидеть и разбираться, как, что. То есть, программа сложная. Ну, наверное, процентов там на 10 каких-то есть сложных моментов. А так, в основном, все довольно просто. Так, именно в этой программе. Нам нужно с вами настроить модель, заняться другими библиотечными элементами. Это у нас растительность, это посадка деревьев и прочее, прочее. Так. Блеск. Отражение. Дерево. Так. Сейчас оно прям стало более насыщенным. Порог. Вот на порог у нас много людей ходит. Порог у нас деревянный. Сейчас доски. Дырки видны где-то местами. Ну, вы его и когда немного состариваете, программа сама доску делает. Так. Это ребра. Так. Выветривание. Ну, в общем, здесь я бы не советовал сильно делать его. Вот эту вкладку я настраивать сильно не буду. Итак, это общая настройка здания. Блеск не нужен, отражение не нужно, а рельеф я добавлю. Состаривать его я не буду, потому что модель будет тормозить после. И думаю, что мы просто обойдемся тем видом, как она выглядит сейчас. Ну, в общем, тут даже рельеф. Все. Я настроил относительно. Кто-то обратил внимание. Денис Игорьевич скажет, а почему у нас там, где подвал, трава растет? Отвечу в ответ, что у нас модель-то стоит относительно x, y, z по нулям. И вы понимаете, что если она по нулям стоит, то ее надо приподнять. Так. Рельеф. Ну, вот. Вполне вот так вот может быть. Окей подтвердить. Так. Лепнина. Так. Сейчас мы посмотрим, что у нас с лепниной. Тут даже деревянный элемент. Сейчас попробуем все-таки. Так. Видно, что они немного облезли, вот эти элементы. Чуть-чуть. Это дам им потертости и следы времени. И после у нас определенные участки становятся более детально читаемы. На этом я с редактированием материала скоро буду закругляться и переходить к другой части работы. Так. Это у нас каринские колонны с каринским ордером. Металлическая крыша. Металл. Вот. Лучше. Так. Здесь у нас вазоны. Сделали. И вот сейчас мы уже настроили вот эти материалы. Здесь выберем стекло. Материалов достаточно много, поэтому предполагать, что вы настроите их быстро не стоит. То есть на это потребуется заложить определенное время. Дерево. Сделаем его рельефным. Потому что это же бревенчатая конструкция. Вот. Издали кажется как бревна. А реально это квадраты наложенные вот у нас с... Так. Венцы. Ребра. Ну, обращать внимание не будем на них специально. Крыша. Скажите, редактор понятен вам? Редактор материала в настройке? Именно по кнопкам я сейчас делаю. Вы видите? Насколько это сложно вам кажется сейчас? Я думаю, что при пересмотре видео это будет все просто. Я тоже надеюсь. В общем, у вас Ефремов, который курсы Блендера читает. Вы проходили с Александром именно разделы визуализации в Блендере по рендеру. У вас было это? Да. Было, да? Там насколько сложно настраивать материалы, чтобы вы... Оно там же сделано не визуально, кажется. То есть там это все в виде кнопок таких маленьких. Как-то со временем привыкаешь, и не так сложно. Ну, все равно, как говорится, такая привычка нужна. В общем, как в принципе в каждой программе. Так. Все. Я уже так значительно продвинулся в этом вопросе. Так. Так. Блеск. Отражение. Медь. Выветривание. То же самое. Стандарт. Сгенерировать карту. Блеск. Отражение. Уберем. Да. Это таракотовый у нас сунок. Выветривание. Все. Вот у нас получилась с вами усадьба. Теперь на ней предстоит расставить деревья. Ваш результат работы надо сохранить. Так. Я сохранил как. Тут у меня усадьба. Версия номер два. Я делаю ее со студентами. С другой группы. Итак, 20 минут. Осталось у нас ровно где-то минут 15. Даже может быть 10 минут. И после мы с вами должны будем прерваться. Да. У нас во сколько перемена точно? Скажите, пожалуйста. 13.40. 13.40. Ну, как раз, может, минут за 10 я отпущу. Смотрите. У нас дальше будет необычный формат занятий. Дальше я буду, скажем так, в режиме лекции рассказывать о интересном объекте. Но не только я, но и уже, как говорится, помимо меня, мои коллеги. У нас сегодня в парке Новослободский проходит очень такое интересное мероприятие. Скажем так, я рассказывал, что это парк, где раньше была усадьба, старинный монастырь. И местная администрация парка, которая является владельцем территории, параллельно с православной церковью, презентуется проект по созданию как раз виртуальной реконструкции этой территории с различным родом материалов. То есть здесь будет представлен и панорамы, и видео, и рендеры, и фотографии, и живые разговаривающие головы исторических персонажей, которые жили на этой территории. И видео 360 градусов. Поэтому здесь я предложу вам дополнительно, для того, чтобы заинтересовать слушателей, прийти на эту лекцию. У нас так и так вторая пара. В предыдущей группе я дал задание делать прямо на занятия в Lumine, а на второй паре они моделили меня в Lumine. То вам я дам задание, те, кто хотят, могут приступить за установкой этой программы. Чудесные, да, или Twinmotion. А остальные, если вы хотите заработать дополнительно 20 баллов, точнее 10 баллов, у нас тут на 09 декабря я сейчас скопирую топ-заданий. Для вас я даю отдельное задание на конспект технологических методов и приемов, используемых в проекте «Окно в прошлое». Это такой проект, есть «Окно в прошлое». И вот как раз об этом проекте будет рассказано. Итак, если вы хотите заработать эти 10 баллов, я предлагаю вам остаться на второй паре, подключиться после нашего перерыва. Это будет в 2 часа, в 2.10 начало. Я буду вначале доступен по телефону, а потом уже с компьютера подключусь. Поэтому где-то ориентировочно в 2.10 вы подключаетесь, и вы попадете на такое мероприятие. Послушайте и заодно составите конспект на… Давайте я напишу, на сколько давайте. Конспект двух страниц. Надеюсь, что заинтересовало, да? Поэтому придите, посмотрите, будет выступать администрация парка, экскурсоводы, которые ведут занятия, ну, вообще ведут здесь, рассказывают людям про саму усадьбу, про людей, которые здесь жили. Вот тут староста храма будет, настоятель церкви. В общем, будет достаточно интересно. И вот вы уже увидите на примере городского объекта, который находится в черте Москвы, как актуализировать историческую память. То есть это такой проект, ну, в общем, немного неординарный, ну, в общем, требующий использования современных информационных технологий. Так, всем понятно? Алло, алло. Да, да, понятно, хорошо. Итак, я сейчас дошел до вкладки природа, да? И здесь есть две вкладки, смотрите. Расстановка объектов вручную, когда мы берем понравившуюся березку и ставим где-то. И второй этап – это расстановка массового расположения объектов. Попробуем это сделать на вот таком вот примере. Ну, здесь осталось мне немножко березок там доставить. Та-си. А здесь мы их расставим к массовым инструментам. Вот она кнопочка, да? И мы нажимаем, и программа говорит. Так, вот она нарисовала нам эти березки. Количество элементов. Смотрите, стоит мне нажать на клавишу Ctrl, она сама поворачивает. Ctrl, надо держать. Программа жалуется, что у нас один из углов поворота немножко не точно. Надо его поправить. Скажите, такой инструмент удобный, как вы считаете? Когда вы можете сами написать путь и не вручную сажать. По-моему, даже очень удобный. И вот, в общем, я предлагаю сейчас дальше продолжить им пользоваться. Итак. Ну, вот так вот нужно подтвердить и после начать делать другой путь. Поехали. 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 по такому принципу были расставлены деревья вот они у меня тут деревья если вы хотите добавить второй вид деревья нажимаете плюсик и выбираете ну вот здесь он не очень красивый выберите пожалуйста себе вот такой вот но в принципе главное что они должны смотреть с одного русского сейчас вот я начну вот например здесь ставить а все вот они деревья смотрите случайное направление количество элементов и плюс различные настройки то же самое я сделал с цветами выбрал цветы массовое расположение так он не добавил здесь но плюс плюс три вида цветов это замечательная программа ландшафтного дизайна люмен сделано японскими инженерами программистами мы видим как здесь легко расставлять всякие элементы ландшафта просто есть и вручную это нужно тратить часы времени чтобы это все расставить направление случайно количество элементов максимальное все обратили внимание как я цветы сделал али да да обратили внимание в общем вот ну и мне еще остался один участок по поводу инструмента визуализации уже 30 минут мне уже надо заканчивать последняя кнопка эта кнопка рендер который мы с вами пройдем нужно будет обязательно сделать красивую картинку так вот у нас элемент не хватает пара штришков сцену вот нужно долго еще дорабатывать то есть здесь еще только ими а такой общий наброс и как художник рисует бывает в семь слоев картины да то есть глубину картины создают то же самое здесь чтобы создать глубину нашей нашего памятника культурном наследия утраченного нужно постараться сделать элементы стопажа там и карета вот я сейчас попытаюсь добавить но в общем уже просто времени на это все не остается у нас и своды и мы добавили и вот какой-нибудь штришок инструмент импорт я выбираю модель который я скачал из библиотеки есть прекрасная библиотека я вам сбрасывал ее данные здесь мы можем найти исторические какие-то сюжеты вот сейчас я залогинюсь 3d вархаус и здесь из своего аккаунта я публиковал различные модели есть в том числе и интересный транспорт дореволюционный здесь извозчик я скачал извозчика метод режим download и открыл в программе для тех нужно иметь в идеале программу скетчап установленную потому что иногда при импорте вашей модели если я захочу извозчик импортировать у меня программа датируется lumen 2017 года или там 18 а это версия файла 2019 год ее надо иногда просто открыть и пересохранить стараются вот но это я уже пересохранил здесь усадьбу галицына вот такие элементы стафажа которые расставляются в общем на природе они делают мир интересным и живым так вот у нас извозчик приехал по поводу настройки земли вот у нас земля да она смотрится как однотонная тут нету луж и если посмотреть на то что выдает программа например у нас есть программа так-так-так-так-так ну даже вот она видите лужи видите лужи это твеннуши грязь лужи в алюминии вот эти настройки достигаются с помощью специального приложения то есть нужно зайти на сайт ютуба набрать в ютубе небольшой урок например называется люмен грязь по-английски дёрт дёрт и вы попадете на интересный рассказ человека ну в общем специалиста как давайте люмен 12 грязь так вот он мегасканс он рассказывает здесь как мегасканс это платформа это сайт где публикуют подробные текстуры с различными там настройками где там есть от остатки шин там следы колес и в общем вот этот материал используют люди которые снимают кинофильмы в том числе там например там мандалорец из звездных воинов киностудия использовала лукас фил для съемки потом король лев тоже использует квиксель бридж я вам сбрасываю это видео для самообразования чтобы вы могли его посмотреть и так сказать просветиться приобщиться к прекрасным поэтому уважаемые студенты поглядите как это делается конечно хочется чтобы это делалось красивенько но вот она объемным становится в люмене такой кнопочки но к сожалению нету поэтому материалы надо импортировать сюда с всеми этими тонкостями и последний элемент эстафажа вот у нас есть еще хорошая библиотека это сайт скетчфарба здесь есть много бесплатных моделей выложено для публикации вы их можете найти через культурное наследие и выбрать здесь downloadable ну те модели которые вы можете скачать downloadable и вкладка culture heritage сейчас у нас вот эта вкладка у меня убежала и полк категории culture heritage все и вот вы можете загрузить вот эти вкладочки для удобства работы и для выполнения проектов я подготовил уже заготовки стафажи которые вы можете загрузить вот здесь служанку можно там дамы в платьях кавалеры тот мальчик с собачкой там мария федоровна княжна на стуле сидит леди пожелает там философ мечтает вот все вот эти модели вы можете скачать войдя в эту коллекцию я сейчас высылаю вам ссылочку на загрузку ссылка создание локации все на этом я заканчиваю и так часть группы которые не планируют прийти на лекцию вы свободны а остальные пожалуйста ребят можете приходить и заработать ваши 10 баллов за конспект рассказ рассказы о существующих технологиях которые будут использоваться для актуализации исторического пространства в таком вот красивом месте на карте я покажу где это находится все могли увидеть яндекс карты давайте сейчас место вопрос сколько будет длиться это лекция в четыре часа полностью окончания то есть я здесь делаю только 20 минутный доклад а дальше будет куча специалистов как это выступать вот она ватковский переулок вот на территории усадьбы которые вы делаете да может быть вы эту форму как это узнаете монастырь но здесь раньше была вот эта дворянская усадьба старинный парк ну и все на этом я останавливаю запись и буду рад всех видеть остановить запись и останавливаю запись и 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